Сосновые почки В это время почки наиболее ароматные и смолистые. Поверхность сосновых почек чешуй, т.е. склеенные чешуйки между собой смолой. Чешуйки должны плотно прилегать друг к другу, и если они уже раскрылись, то такие почки не стоит собирать. Молодые почки имеют оранжево-красный вид, на изломе зеленоватого цвета. Сосновые почки лекарственные свойства. Сосновые почки содержат витамины В и С, дубильные вещества, каротин, смолы, фитонцилы, горькие вещества, крахмал, эфирное масло. Препараты из сосновых почек обладают противовоспалительными свойствами, что позволяет применять их для уменьшения воспалительных процессов, происходящих в организме. Отхаркивающим свойствам. Применяются сосновые почки при кашле. Сосновые почки смягчают кашель, облегчают дыхание, также способствуют выведению мокроты. Сосновые почки обладают противовирусным свойством, что позволяет их применять в период вирусных и простудных заболеваний. Обладают сосновые почки антимикробным и дезинфицирующим лечебным свойствам. Присущие сосновым почкам и разживляющие свойства. Сосновые почки обладают также желчегонными и мочегонными свойствами. Снимают спазмы и обращают болевые ощущения в мышцах. Применяются сосновые иголки для ощущения сосудов. Сосновые почки оказывают укрепляющее действие на весь организм. Спектр применения сосновых почек достаточно широк. Их применяют при простуде, ангине, танзелите, бронхите, пневмонии, кашле, оренгите, фаренгите, при романтизме, при неврологии, герматике и подагре. На самом деле, сосновые почки – один из наиболее опасных продуктов народной медицины. При беременности и время кормления грудью применять сосновые почки можно только после консультации с врачом. Противопоказаны сосновые почки также при романтизме и индивидуальной непереносимости.